Добрый день, уважаемые пользователи программных продуктов 1С. Сегодня мы разберем с вами тему представления расчета по форме 6 НДФЛ в налоговый орган в программе зарплата и управления персоналом корпоредакция 3.1. Поговорим про проверку расчета, про печать расчета, выгрузка расчета в электронном виде, отправку расчета в налоговый орган. И начнем с вами с проверки расчета. Вся наша отчетность находится в разделе отчетности справки 1С отчетность. Сформируем с вами форму 6 НДФЛ. 6 НДФЛ. Если ранее мы сформировали форму, то ее можно открыть. Перед передачей расчета по форме 6 НДФЛ в налоговый орган рекомендуется проверить его на наличие ошибок. Для этого следует воспользоваться кнопкой проверка контрольных соотношений. После нажатия кнопки выводится результат проверки контрольных соотношений показателей. Если контрольные соотношения выполняются, то выдается сообщение об отсутствии ошибок, как у нас с вами вывелось. При необходимости можно открыть форму для просмотра результатов проверки. При этом можно увидеть либо те контрольные соотношения показателей, которые ошибочны, либо все контрольные соотношения показателей, которые выведены в отчете 6 НДФЛ. Сняв флажок, отобразить только ошибочные соотношения. При нажатии необходимое соотношение показателей выводится расшифровка, откуда взялись эти цифры, как они сложились и так далее. При нажатии на необходимое соотношение показателей выводится расшифровка, откуда взялись эти цифры. Видите, вот с правой стороны, как они сложились. При нажатии в самой расшифровке на определенный показатель программа автоматически указывает на этот показатель в самой расшифровке расчета. Допустим, вот переходим сюда. Кроме того, проверять контрольные соотношения можно при печати и выгрузке. Если в настройке отчета, кнопка «Еще», «Настройка», «Общая» автоматически и установить флажок «Проверять соотношение показателей при печати и выгрузке». Для формы 6 НДФЛ предусмотрено дополнительное контрольное соотношение для сравнения с данными расчета по страховым взносам. Строка 0.20, вот как раз она у нас открыта. Сумма начисленного дохода раздела 1 расчета 6 НДФЛ. Строка 0.25, в том числе сумма начисленного дохода в виде дивидендов. Строка 0.30, подраздела 1.1 приложение, 1 к разделу, 1 сумма выплаты иных вознаграждений, исчисленное в пользу физических лиц расчета по страховым взносам. Соотношение применяется к отчетному периоду по налоговому агенту в целом, с учетом обособленных подразделений. Это соотношение соблюдается не всегда, если в отчетном периоде были выплаты, подлежащие налогообложению НДФЛ, но не являются базой для начисления страховых взносов. Например, детские пособия, 6 НДФЛ суммы таких пособий не указываются, а в расчете по страховым взносам включаются в общую сумму выплат. В этом случае ФНС может потребовать разъяснения или пояснения. Перейдем к печати расчета. Организациям, предоставляющим расчет по форме 6 НДФЛ в налоговый орган без использования телекоммуникационных каналов связи или использующих для электронного обмена программ сторонних производителей, следует подготовить файлы для передачи в электронном виде. Организациям, представляющих расчет по форме 6 НДФЛ на бумажном носителе, следует подготовить его печатную форму. Чтобы сформировать печатную форму расчета по форме 6 НДФЛ с двухмерным штрих-кодом, который PDF-417, необходимо нажать на кнопочку «Печать», расположенной в верхней части отчета. Для печати машиночитаемых форм регламентированных отчетов с двухмерным штрих-кодом необходимо, чтобы на компьютере был установлен единый модуль печати машиночитаемых бланков и шаблоны машиночитаемых бланков. Данный инсталляционный комплект модуля печати включен уже в состав конфигурации. Как только возникает необходимость использования модуля печати, он автоматически запускается для установки. Если я сейчас нажму, то у меня выйдет ошибка, что печать формы с двухмерным штрих-кодом нет у меня. Если у вас тоже такая ошибка полетает, вы можете обратиться к своему программисту либо в обслуживающую компанию, и они вам установят данный двухмерный штрих-код. Саму форму 6-НДФЛ можно распечатать и без штрих-кода. Для этого в настройке, куда мы с вами ранее заходили, необходимо на вкладке «Общие» установить флажочек «Разрешить печать без штрих-кода» и сохранить. Соответственно, дальше, если мы нажмем «Печать», у нас здесь выйдет 2D форма со штрих-кодом, то, что рекомендуется, и форма без штрих-кода. Вот вылезла у нас с вами печатная форма. В данной форме мы можем вносить корректировки, если это нам с вами необходимо. Также можно сохранить либо в PDF формате, в Excel, либо в XML формате. Ну, допустим, сохраняем в формате Excel. Соответственно, у нас с вами данный отчет сохранился в формате Excel. Теперь перейдем к выгрузке расчета в электронном виде. В регламентированном отчете предусмотрена также возможность выгрузки расчета по форме 6-НДФЛ в электронном виде в формате, утвержденном ФНС России. Рекомендуется сначала выполнить проверку отчета на соответствие требованиям формата электронного представления. По кнопке «Проверить» – «Проверить выгрузку». У нас с вами обнаружилось 4 ошибки, препятствующих выполнению выгрузки. И, соответственно, выгрузка у нас прекратилась. Для того, чтобы она пошла и произошла, нам необходимо с вами устранить замечание по данным ошибкам. У меня здесь не задан ИНН налогового агента. Необходимо внести исправление в справочник организации и обновить сведения в расчете. Меню «Обновить». Давайте с вами перейдем. Вот у нас КПП с вами не указано. Соответственно, нам необходимо зайти в справочник организации и добавить КПП. Соответственно, когда мы поправили данные, мы можем выгрузить. Видите, не до конца я поправила. Не задан код АКТМО. Я его поправила. Но самое главное на форме необходимо обновить. Еще обновить. Тогда у нас код АКТМО загрузится. И я нажму «Выгрузить». Видите, идет обработка. Должно появиться окошко «Куда сохранить». Соответственно, сохраняем и потом из сторонней программы отправляем. Если вы пользуетесь другой сторонней программой по отправке отчетности. В программах 1С, содержащей подсистемой регламентированной отчетности, реализован механизм, который позволяет непосредственно из программы отправлять расчет по форме 6 НДФЛ в налоговый орган в электронном виде с помощью ЭЦП. Если у вас подключен сервис 1С отчетность. Перед отправкой рекомендуется выполнить форматный логический контроль заполнения расчета. Для этого необходимо нажать на кнопочку «Проверка», проверить в интернете. Видите, у меня данный сервис тоже не подключен. Если он у вас подключен, то без проблем можно проверить здесь. И для отправки в налоговый орган непосредственно из программы можно нажать на кнопочку «Отправить». И у нас с вами улетит в налоговый орган, тот, который нужен. У меня на этом все. Если у вас возникнут вопросы, можете оставлять комментарии под этим видео. Мы на них с радостью ответим. Желаю вам хорошего дня. Продолжение следует...